Всем доброго утра! У нас опять пасмурное утро, опять тучи, опять, скорее всего, сегодня будет дождь, и он, наверное, даже был ночью, потому что наш гравий весь мокрый. Вот, что я сделала? Вытянула волосы, потому что легла спать с помытой головой, и, то есть, у меня был, так как волосы вьются, на голове было что-то, ну, с мокрой, да, помытой головой. Вот, сейчас их вытянула, и теперь хоть похоже на человека. Вообще, завитки эти мне нравятся, когда ты ложишься спать с мокрой головой, они очень-таки прикольные, но они прикольные, пока ты их не расчесал. Когда ты их расчешешь, естественно, это все такое пушистое, и смотрится уже не очень аккуратно, поэтому, либо их тогда не расчесывать, и ходить не расчесанно, и за целый день там станет какое-то гнездо на голове, вот, либо тогда вытягивать волосы. Либо перемывать голову и сушить феном, но как-то не хотелось мне ее перемывать. Так, что еще хотела рассказать? Я вчера купила порошок персил по скидке, вчера было 15 число, бум был, что в магнит косметик, что в санге стиле, народу было что там, что там много. Обычно я беру порошок в санге стиле, вот этот эко детский, там очень часто бывает два по цене одной, и я беру, и хватает мне, наверное, на пару месяцев этого. Наверное, да. А в этот раз, получается, я взяла персил 495 рублей за две, ну, то есть упаковка 2,4 килограмма, поэтому мне кажется, очень даже неплохо, почти за 5 килограмм 500 рублей, мне кажется, это нормально. Вот. И еще там же и скидка 20%, короче, вообще крутяк. И что еще хотела сказать? Не забыла, что хотела сказать. А, заложила же форму стирать Гришину кимоно и белые рубашки, я это все стираю вместе, потому что это все белые, белые майки. И сейчас, наверное, буду топить котел, потому что белье не сохнет вообще, стирка уже полная. И там на улице висит мое белье, которое прополоскалось вчера отлично, поэтому сейчас, наверное, затоплю котел, чтобы было тепло, и буду сушить все здесь на батареях, как в зимние времена. И уже, представляете, 16 мая, а мы до сих пор в куртках и в шапках ходим, и погода вообще не налаживается. Ну, он Афочка проснулся. Ну, он уже так давненько проснулся, мы сделали все процедуры по его, то есть мы запшикали в нос, у него какой-то насморк все равно есть, от кашля до лассеров, в общем, все вот эти процедуры мы с ним сделали. Сейчас он играет. Так, все, котел горит, дрова я тут перенесла, буду подкидывать. Что ты делаешь, сынок? Стреляешь? Все так стрельну? А что это мы такое вяжем, как называется? Щавель. А, вот вы, папа вчера купили, а Гриша вас как раз видел, вы за семенами ехали, да? Крокодил называется. Здесь что, килограммовый, да? А, вот, QR-код проверить, да? Ага, да, 1600 за килограмм. И какие-то. Ага, по 60 рублей 25 грамм, да? Что это, вектор? Дэнди какой-то. А ты про них читал вообще? А, да, вот, проверь подлинность. Ага. Проверьте ход на сайте. Или по СМС нужно на номер отправить СМС-ку. Мы вышли под зонтиками погулять. Я тоже под зонтиком. Дождик ждет сильно. Пойдем гулять под зонтиком. В сапогах, да, в галошиках. А, какой сильный, да? Дождь очень сильный пустился. Под зонтик залезь. Я бегу, бегу, бегу. Бабуля тут бежит. У кого-то рыба жарится. Пахнет? Ага. Рыба башка горит, у кого-то пахнет. Что там нам, почтовый ящик, ничего? С Алиэкспресса не закинули, ничего нету. Ты куда? Прям по лужам? Афон, там сейчас скользко, не ходи. То мы потом пойдем бегать по лужам. Сейчас скользко по лужам, не ходи. Мама, пойдем? Пойдем туда. Только под зонтик залезь. Вот так. Смотри, как его. И чуть-чуть вот так назад, чтобы тебе вот так и иди. Чтобы тебе было... Большой бентен. Не бегай, сейчас намочишься. Как красиво акация. Опустилась. Цветочки какие. Посмотри, сынок, какие цветочки у акации. Да, у нас эти цветочки раньше мы кушали и говорили, что это кашка. Малашка. Они пахнут безумно. Ну что, мы с Афоней сказки почитали. Сейчас будем обедать решили. Уже пол первого, 12.30. Так что надо покушать, да, сыночек? Вот наши ленивые пельмешки будем сейчас кушать. И... Что ты в сказках запомнил? Какая тебе сказка нравится? Где-то... А как? Ничего не понимает. Вот мама такой вот у нас обед странный. Да, запросто. Да? Даже раньше. Гриша взял книжку в библиотеке первый раз, да? Нет, к нам приходили вот такие, которые еще маленькие. Угу. Не понравилось. Так ты ее сам выбирал? Да, давай вот так все. Так тебя уже записали в библиотеку, да? Да, записали. Теперь в сельскую надо записать. Ой. Гришка. Помощь книжек. Вера Тушинка. Это маленькое озеро вроде бы. Угу. Я вот это все прочитал. Угу. Интересно? Да, вот это, вот это прочитал. Сейчас на вот этом остановился. Угу. Все вот это прочитал, сейчас вот это буду. А ты в конце видела, как такое? Угу. Ну давай, зайчик, потом расскажешь, про что же эта книжка. Интересно. Интересно? Я не знаю, почему-то мне понравилось. Так, а какие там еще приносили? Про животных или про что? Ну, про животных не было. Это он там в библиотеку мы еще ходили, вот, прям в библиотеку. Это приходили к нам в класс. Угу. А кто библиотекарь приходил? И кто же, Валентина Васильевна? Нет. Другая? Да, какая-то. Так, слушай, это, там, значит, это, есть книжка про моря, про всякие там, про животных, короче, книжки. Угу, ну, интересно. Где, в библиотеке прям? Да, и там выставка просто, по ним пока, их нельзя брать домой, потом их можно будет, сказали. Когда выставка закончится, да? Угу, ну, здорово. Ну, это все. Это хорошо, да? По-русскому ничего не задавали, и по математике тоже. Потому что, вот, мы пока писали, там, писали, писали, а не все другие, маленькие. А я уже все сделал, ну, блин, сколько еще ждать. Я вот решил большую открыть, там, два маленьких стихотворения. А нам сейчас говорят писать большие. Угу. Так, а я их написал, а задали одно, я сразу два. Я написал два, переписал. А задали одно, которое у меня уже написано. Ну, ничего, сейчас будем найдем. Мама, Логика, Логика. Ну, мы найдем сейчас еще тебе стихотворение. Ну, пожалуйста, не надо. Мы проснулись, собрались на улицу, но Григорий нам дал молочко попить, да? Со школы принес. Да. Два раза в неделю, ну, за неделю два пакетика дают. Ты рад? Дай маме попробовать. А это мне? А это мне? Ну, нет, я чуть-чуть твое попробую, можно? И все, и отдам тебе. Ты ничего... Дай мне маму. Ну, а тебе, сынок? Тебе нравится такое молоко? Угу. А где берут молоко? Кто его дает? Дядя. Дядя? Да. А где дядя его берет? Ну, там. А где там? Я думала, корова дает молоко, нет? Угу. Не корова? Угу. А что корова делает? Му-мам-ам. Мукает и кушает? Угу. Так у коров же еще и молоко там есть. Да. Так кто дает нам молоко? Дядя. Тебе дядя? Корова нам дает молоко, да? Угу. Все, только домашнюю куртку решит. Хорошо. Мама. А. Что это вы тут делаете, Афанасий? Что ты делаешь? Катаешь? Григорий все строит, да, сынок? Сына, ты по... Это, не надо. Смотри, сейчас куртка будет вся в этом сыром песке. Сына. Сына, слышишь? Когда солнечная погода, я не против. Зай, ну сейчас ничего не сохнет. Вещи. Ты видишь, какая погода? Когда я их постираю. Понять они. Вот именно. Поэтому, пожалуйста, будь добр, не вымазывайся. Да вы что тут делаете? Ой, мне даже топор от улицы запотел. Мам, где я? Мам! Мм. Кто там? Я занимаюсь скатом. Мам, где я? Где ты? Где? Где? Антон Доголь, сегодня мы готовим печенье. А-а-а! Тихо! Всем привет, мы на канале Антон Доголь сегодня. Сегодня мы будем готовить печенье из формочек собаки. Там разные у нас формочки, которые нам пришли. Пришли, да, с Алиэкспресс. Так, подождите, давайте сейчас я каждому разделю тесто. Косточка! Собачка! Каждый выберет себе формочку, и мы будем делать печеньки. Я косточку. Ну, подожди чуть-чуть. Я уже сделала. А что? Ну, они сейчас быстренько сгорят, их тогда надо 5 минут. Те-то, видишь, какие толстенькие, они точно будут мягенькие. Эти могут быть очень твердые. Мама, на сколько нам ставить? Гришуля, потому что нужно сначала убрать форму и отодвинуть стул. А потом открыть хорошо духовку. Мама, а на сколько нам ставить? На сколько? Ну, на 5 минут. Так, это как? Вот сюда? Да. Еще сюда. Да, до колокольчика. Нажимай. Сюда? Да. Еще. Нет, еще на ту же самую нажимай. Еще. Вот, а теперь плюсиком. Плюсик на 5. Это? Да. Да. Это два. Теперь еще одна ту же, на которую ты на первую нажимал. Да? Да. Все. Через 5 минут она запищит. Мама, уже так ужасно. Можно попробовать? Ну, пробуйте. Мама, собачий корм. Угу. Да. Да, это было такое хорошее. Мама, вот чем питаются долго, и собачьим кормом. Угу. Мама. Да? Ну, даже кормки. Так, ну что, печеньки готовы? Я готовлю, я готовлю. Да, дед. А я готовлю. Я готовлю. И ты готовила? Мам. Ну, он отнюже. Ух, сейчас сварку. Угу. На свалку, на сварку как-то мы. Мам. Мам. Что? Это сухари. Надо нам сказать спасибо. Да? Спасибо большое. Ты сказала нам, а из-за того, теперь в духовку включать у меня могу сандычинки. Да. Осталось только тесто научиться делать. Да? Угу. И то нам делать. О, мама это переполнено. Аааа. Ааа. 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 Аааа. Попробуешь? Ты готовил? Да. А я? И я. Аааа. Ааа. Аааа. 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 Ааа. А, в чистоте. Ветер волосы сдураем мы шоферн и шоферн хоть куда. Угу. Я ещё папу лисинку. Хочу я сказал? Мы делили апельсин Много носа, он один Это только для ежа Это только для молжа Это только для кача Это только для гриба А для волка кашу мгра Только не торопись, а то ты тогда буквы все глотаешь А для волка кашу мгра Ну что, у нас уже 11 часов Поставила я на загрузку 2 видео За какое-то мае Уже даже не помню За 12-е и за 13-е Меняется отставание видео Вообще уже раздражает Я забываю даже, что там было Смотрю эти видео Мне нравится смотреть видео Но мне нравится более ранее смотреть Там вот те, которые год назад были Вот, и в общем, как-то не погода такая Не очень дождь до сих пор льет Так что я даже с ленью загрузила посудомойку Растопила еще раз печку Ну, котел Потому что мне показалось, что прохладно у нас Что еще сделала? В общем, читаю Опять читаю Гоголя Пока такая погода не готовлю Есть, доедаем Все, зато все доедается Знаете, это бывает такое То есть надо уже бы готовить Ну, вот сегодня на ужин было Кто захотел, доел суп Кто захотел, доел ленивые Одна тарелка, в общем, была ленивых пельмешек И четыре тарелки супа Кто что захотел, выбрал Тот, кто и доел И, в общем, все прекрасно Никто не остался голоден Эти вкуснейшие печенья, пряники Просто очень классные Нам очень они нравятся И формочки здоровские Дети, правда, через чертонка раскатали тесто Ну, я думаю, что печеньки не пропадут Вернее, они пропадут, но не засохнут Вот В общем, настроение не очень Опять вернулась к Гоголю Прочитала Невский Дочитала, вернее, Невский проспект Мне очень нравится Нравится, поняла, что мне нравится классика И вот Хочу, хочу еще читать И В общем, пока такая погода То буду этим заниматься Пока есть возможность Потому что так как потеплеет Все Буду на огороде Вязать В общем, делать То есть, читать некогда будет Вот Но пока сегодня Такой день Такое настроение Читаю и читаю В общем, ладно Всем до завтра Всем огромное спасибо Что смотрите Продолжайте уже не один год нас смотреть Мне там идет куча приятностей с Алиэкспресса Всяких там классных штук Посмотрим потом, как придет Одна, кстати, пришла посылочка Завтра, наверное, пойду забирать Надеюсь, что завтра успею ее забрать Она уже с той недели еще лежит Но так как у нас на почте Воскресенье, понедельник, выходной То Только Завтра поеду заберусь Сегодня что-то Не было настроения даже выезжать Потому что дождь лил Буквально С перерывом Там, не знаю В час Может быть И опять он начинался В общем, не хотелось Никуда Вот и завтра В любом случае На карате Вот так В общем, ладно Все Завтра увидимся Посмотрим, что будет завтра И В общем, что-то будет Пока Субтитры сделал DimaTorzok